Народному парку вновь народное внимание. В Изумрудном новая пора перемен. Теперь цветочная. Барнаульцы приносят парку в дар пионы, лилии, колокольчики и розы. Они будут каждый год расцветать, будут радовать глаз горожан, потому что Изумрудный, к сожалению, годами был запустение. Здесь не возобновлялись посадки. И поэтому, конечно, нам предстоит проделать огромный объем работы по высадке как деревьев и кустарников, так и многолетних декоративных растений. Незабудки, ирисы, хосты мы вот там видим, медуницы, которые и лесные виды, и в парке здесь они тоже будут хорошо расти. Хризантемы уже начали приносить. Очень много в этом году заявок. Земли хватит для каждого питомца, заверяют сотрудники. Все подаренные растения в мини-питомнике на время. Когда парк распланируют, их высадят по дендроплану. Чтобы покрыть красотой всю территорию бывшего Меланжевого, потребуется не один год. Но разницу жители ощутят уже следующим летом. Впрочем, для этого людям придется постараться еще больше. Но пока одни сажают, другие воруют. Некоторые барнаульцы считают этот парк настолько своим, что в темное время суток приходят сюда и выкапывают растения. Вот, например, этой весной отсюда похитили три только что высаженные молодые яблони. Парку пора становиться густым, уверены барнаульцы. Старожилы помнят, как в 60-е годы в Меланжевом был даже свой собственный дендрарий. Три теплицы открыты и круглый год. Так что сейчас начинается движение к зеленому прошлому. Розы, каллы, всякие фукции красивейшие. Вот сейчас даже нигде не вижу их. И пальмы. Это теплицы были. Они старенькие были уже. Деревянненькие. В земле все были они. Но в них было приятно зайти. Процесс восстановления запущен. Подключились и мы. И без помощи не обойтись. Многие горожане, особенно пенсионеры, не могут привезти в парк растения самостоятельно. Поэтому волонтеров и всех желающих восстановить народный парк здесь очень ждут. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.